Он вот ползает по листочку салата и его кушает. Оружило, что один улитенок мертв. И сегодня нам предстоит разобраться, почему же так произошло. А вот ракушка погибшего улитенка. К сожалению, в ракушке никого нет, он погиб. Всем привет, я Эли Ди, со мной моя собака Джина, и со мной мой маленький террариум с малышами-улитками-охотинками. И сегодня мы поговорим с вами о том, почему умер малыш-улитки-охотинки, и как вообще происходит рост малышей-улиток. Подписывайся на мой канал, а мы начинаем. Напомню, вчера, когда я проверяла, как растут малыши-улиток, был вчера уже 11 день с момента их вылупления, я обнаружила, что один улитенок мертв. И сегодня нам предстоит разобраться, почему же так произошло, и что я могу в свою очередь сделать для того, чтобы такого не было. Начнем с того, что мама-улитка откладывает огромное количество яиц в кладке улитки-охотинки от 100 до 300 яиц. Представляете, как это много? Это не просто так. Дело в том, что улитка, во-первых, откладывает некоторую часть из этих яиц, в которых нет зародышей. Для чего? Во-первых, для того, чтобы обманывать хищников, и в верх кладки она, как правило, кладет такие пустые яички, которые будут, так сказать, просто муляжами для хищников, которые любят разорять гнезда и питаются яйцами. Во-вторых, пустые яички нужны для питания тех малышей, которые уже вылупились. Например, у меня некоторые малыши питаются сейчас яичками, которые являются здесь пустыми. То есть, это питание на первое время для малышей. Соответственно, из кладки яиц в 100-300 штук, ну, и такая обычная кладка улитки-охотинки, часть из них абсолютно не содержит никаких зародышей. Вот почему из 16 оставленных мной яиц вылупилось только 4 улетенка. Следующий момент, это уже этап, когда улетята вылупляются, то есть, выходят на свет. Не все улетята рождаются изначально здоровыми. Такое бывает. Бывают разные генетические мутации, еще что-то. Так как улетят очень много, существует такое понятие, как естественный отбор. И особенно этот момент проявляется в первых днях жизни улетенка, потому что, если он родился больным и нежизнеспособным, он может погибнуть именно в первые дни. Наверняка так получилось именно с тем третьим улетенком. Одним из этих четырех улетят, и он погиб. Возможно, он был болен. Для того, чтобы улетята росли здоровыми, им нужно обеспечить определенные условия. Во-первых, это влажность субстракта, влажность окружающей среды. Ее нужно поддерживать. И для этого можно использовать как обычный пульверизатор, так и более профессиональные. Есть увлажнители специальные, небольшие, которые для террариумов. Следующее, что важно, это температура, которая должна быть мало того, что достаточно теплой, то есть плюс 27 градусов средняя температура, так и еще она должна быть постоянной. Улитки, даже взрослые улитки, они очень чувствительны к перепадам температур, а вот маленькие улетят. Могут погибнуть только от перепадов температур. Например, этот маленький инкубатор стоит у меня в террариуме, в большом, где живут взрослые охотины, и где поддерживается определенная влажность и температура. Соответственно, у них постоянный контроль режима температуры и влажности. Следующее, что нужно, это своевременно класть свежую еду и своевременно ее убирать, так как она гниет. Дело в том, что вот такие уже подросшие улитки, им уже нужно питание не только яйцами, они питаются, которые остались здесь в кладке, но и питание другое. Например, здесь у меня листочек салата. На листике салата можно разместить белковые подкормки, огурчики, вот, например, смотрите справа. И обязательно это нужно очень быстро забирать. Ну, то есть, менять лучше два раза в день, потому что реально начинает гнить, и здесь может начать расти плесень и так далее. Вот так же здесь есть немножко каракатица, но так как улитки еще маленькие, они чуть позже начнут его грызть. Ну, например, вот этот улитенок уже грыз каракатицу, я видела. Но он уже такой достаточно большой, по всей видимости. Сейчас вы можете наблюдать улитенка, как он вот ползает по листочку салата и его кушает. Кстати, а на моем лайв-канале сегодня вышел очень интересный тест на экстрасенсорные способности. Обязательно посмотрите ссылку на мой лайв-канал, я оставлю в описании под этим видео. Пройдите тоже этот тест. Вообще, улитят, конечно, лучше не трогать вообще. То есть, за ними стоит только наблюдать и поддерживать террариум в достойных условиях. А маленькие улитята, они настолько хрупкие, у них еще ракушечка мягенькая, что вы ненароком можете повредить и нанести просто увечья несовместимой с жизнью. Поэтому за улитятами лучше наблюдать и дожидаться момента, когда они вырастут, когда у них ракушка станет твердой, когда они уже будут более взрослые улитки. Сейчас-то, конечно, еще детеныши, и за ними лучше просто наблюдать. Наблюдать за их ростом. А наблюдать очень интересно, хотя бы потому, что они изменяются практически каждый день. То есть, рост происходит очень быстро. Посмотрите, видите, как он листочек скушал. А вот ракушка погибшего улитенка. К сожалению, в ракушке никого нет. Он погиб. И, скорее всего, это произошло по причине какой-то болезни. И, видимо, улитенок смог дожить до вот такого возраста, но болезнь оказалась сильнее. Так бывает. Именно поэтому у улиток рождается очень много детенышей, потому что есть естественный отбор. Часть из них умирает. С момента вылупления яичек прошло уже очень много времени. И сейчас я уберу все яйца и погибшего улитенка, потому что они уже начинают гнить и могут заразить малышей. И это ради их безопасности. И теперь маленьких улитят я могу кормить, так же, как взрослых улиток, точно так же. И я думаю, что они вырастут и будут нас радовать. Подписывайся на мой канал и увидимся в новых роликах.